Новый премьер-министр Михаил Мишустин, к слову, бывший руководитель налоговой службы, в первый же день своего назначения заявил о том, что он намерен в течение двух лет создать реестр доходов всех граждан, благодаря которому каждый доход будет отслеживаться от начала и до конца. Это прямая цитата из выступления Мишустина. Это значит, что теневые доходы уходят в прошлое, и каждый нелегальный предприниматель должен четко осознавать, что если он сегодня не выведет свой бизнес из тени, то завтра может оказаться уже слишком поздно. В этом видео я расскажу вам историю одной нашей клиентки, которую налоговая поймала на нелегальном бизнесе. Этот случай наглядно демонстрирует, что под колпаком у налоговой может оказаться буквально каждый. Смотрите внимательно до самого конца, а после просмотра пишите свое мнение в комментариях. Историй о том, как налоговая выявляет нелегалов, существует немало. Все уже наверняка наслышаны о рейдах ФНС по домашним кондитерам, мастерам маникюра, фотографам и прочим специалистам, осуществляющим свой микробизнес в домашних условиях и распространяющих рекламные объявления в сети интернет. Тем не менее, многие до сих пор уверены, что если они имеют небольшой теневой доход, то ими никто серьезно заниматься не будет. Но это серьезное заблуждение. Налоговое администрирование с каждым годом становится все более жестким и беспощадным. За несколько последних лет налоговое администрирование вышло на принципиально новый качественный уровень развития. Современные программные комплексы ФНС позволяют выявлять налоговые нарушения за несколько секунд. А благодаря межведомственному сотрудничеству налоговая получает все интересующие сведения о юрлицах и гражданах из различных ведомств и кредитных организаций. В прошлом году в нашу компанию обратилась женщина, получившая информационное письмо из налоговой, в котором ей настоятельно рекомендовалось подать налоговую декларацию за 2016 и 2018 годы, доплатить НДФЛ и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Как обычно, налоговикам удалось получить интересующую их информацию в соцсетях. Наша клиентка, по мнению налоговой, ввела нелегальный бизнес. Знаете, какой? Бизнес по продаже котят. На своей личной страничке ВКонтакте она разместила объявление о том, что недорого продает трех породистых котят от своей домашней кошки. Причем в этот раз налоговые органы даже не стали проводить контрольную закупку, поскольку на момент обнаружения налоговой рекламного объявления все котята уже давно были проданы. Однако налоговый инспектор не растерялся. Путем несложного мониторинга странички ВКонтакте он нашел всех покупателей котят, связался с ними и получил устное подтверждение факта купли-продажи животных у нашей клиентки осенью 2018 года. После чего направил соответствующий запрос в племенной клуб кошек, через который и оформлялись родословные. И несмотря на то, что сделки проводились по наличному расчету, никаких затруднений с доказательной базой у налоговиков не возникло, поскольку все котята официально оформлялись через племенной клуб. Любопытно и вот что. В информационном письме, помимо обычных требований ФНС о подаче декларации о плате налогов, также были даны разъяснения о том, что уже два факта продажи котят в течение одного календарного года свидетельствуют о систематическом получении прибыли и требуют регистрации бизнеса. Другими словами, получается, что если вы однажды захотите продать нескольких породицых котят или щенков и не платить налоги, то имейте в виду, что с момента второй продажи в течение одного года вы уже автоматически становитесь предпринимателем-нелегалом. Что делать, чтобы избежать неприятностей с налоговой? Все довольно просто. Если у вас появляется систематический доход, а как вы уже поняли, что двух фактов получения дохода в течение одного календарного года для налоговой вполне достаточно, необходимо как можно скорее определиться с подходящей для вас формой ведения бизнеса и встать на учет в налоговой. Во многих случаях будет достаточно зарегистрироваться в качестве самозанятого. Чтобы разобраться в нюансах ведения бизнеса в качестве самозанятого, посмотрите ролики по теме на нашем канале. В описании размещаем для вас ссылки. Но если ваш бизнес не вписывается в узкие рамки налога на профессиональный доход, ну, например, если вы занимаетесь перепродажей китайских товаров через интернет или привлекаете к работе хотя бы одного сотрудника, то тогда уже ничего не поделаешь, придется зарегистрировать ИП или ООО. Еще один совет. Никогда не размещайте рекламную информацию в интернете и тем более не осуществляйте продажи до тех пор, пока ваш бизнес не зарегистрирован. Всегда помните о том, что ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, Авито, Юла, Профи.ру – это все любимые сайты сотрудников налоговой службы. Поверьте, проще всего найти подходящую форму жизни для вашего бизнеса и честно зарегистрировать ее ФНС, чем потом получать письма счастья из налоговой и судебной повестки. Помните, что за незаконное предпринимательство в нашей стране предусмотрено не только административное, но в некоторых случаях и уголовная ответственность. А у налоговых органов сейчас достаточно возможности, чтобы вывести на чистую воду всех и каждого. В наступившем новом 2020 году юридическая компания Юрвиста желает вам не вступать в противостояние с налоговыми органами и вывести свой бизнес из тени с минимальными потерями. А мы вам в этом с удовольствием поможем. Обращайтесь за профессиональной консультацией к нашим специалистам по любым вопросам, связанным с регистрацией и функционированием бизнеса, налоговой оптимизацией, получением разрешительных документов и иным интересующим вас юридическим проблемам. Наши контакты есть в описании к этому видео и подпишитесь на канал, чтобы регулярно получать полезные знания по самым актуальным вопросам. Удачи и успехов вам и вашим близким! Субтитры создавал DimaTorzok